Мы продолжаем следить за событиями на улице Конечные. Несколько дней назад Олег Белозор прекратил голодовку по состоянию здоровья. Акция протеста закончилась, но противостояние продолжается. Застройщик БЭС-Плюс продолжает освобождать территорию и вывозить гаражи жильцов дома. Примирить стороны и разобраться в ситуации приехал главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, а также чиновники из администрации города. Далее сюжет без комментариев. На сегодняшний день от границы территории и участка мы отступили. Сколько вот здесь? Граница проходит по этому бордюру, да? По-моему, да. Вот здесь. На метр от того забора вглубь. Метр к дому от того забора. Пять метров. Как же так вот размежевались-то? Кто это мог так размежеваться-то? Товарищ Вальчиков в интересах определенной группы. Сейчас же суды идут. Они же не закончились. И на сегодняшний день граница по суду отменена. И это решение вступило в законную силу. Границы нашего дома, та, которая нарушена пять метров от нашей стены, это же признано и вступило в законную силу. Граница снова не определена. Мы пытаемся законным путем через суды определить эту границу. В это время нас убаюкивают и под это все наглым образом вывозят. У меня украли гараж. Украли. Меня не было здесь, понимаете, в пятницу. Вы изъявление готовы помочь составить? Я уже составила. Возьба была с моей стороны, в том числе письменная, к руководству ГЭС-строя обеспечить доступ к гаражам, чтобы выносились личные вещи, да? И с вами мы разговаривали в четверг. И как-то вот, ну, не то что остановить, но хотя бы приостановить до определения хозяевами гаражей нового места. Мы имели право, предупредив это заблаговременно, у нас есть официальная публикация в газете «Буряти» 24 июня с просьбой освободить незаконно занимаемую территорию. И мы во внесудебном порядке, в порядке самозащиты права, реализовали свое право на данный земельный участок. Почему мы обязаны работать в правовом поле, да? А без плюс нет. Начиная с этих молочков, которые в масках там колотили наших зельцов, ночные вывозы гаражей и так далее. То есть вывозите днем, как бы, ну и в ночное время тоже. Это было, да. Ну, как бы, это факт налицо. То есть нам площадку надо освобождать, потому что на сегодняшний день на этот проектируемый строящийся дом уже приобретено 170 квартир людьми, которые, как бы, здесь хотят проживать. Предлагаем, дабы ваш вам создать кооператив гаражный, землю вам выделим, площадку подготовят на Мокрово. Вот где говорят? Да, это как только проезжаешь путепровод направо. Да, именно там. Это иловые карты. Еще раз говорю, там площадка, другой площадки у нас в городе просто отсутствует. Там то есть выровненная площадка, можно привозить, ставить. Вот на чем я вам предлагаю поработать сейчас плотно, там такой выровненной площадки нет. Самим все сделать. Вот вместе с БЭСом, Олег Николаевич, ну не утрируйте. БЭС согласен там разорвать площадочку, все это дело ровненько сделать, поставить аккуратно гаражики, создать кооператив. Вот та территория, которую показал Анатолий Анатольевич, она разве соответствует нормам для этого дома? То есть, понимаете, я хочу сказать, что есть какие-то вопросы. Возникают вопросы к самому размежеванию. Наверное, это противоречит всем нормам, там, санитарным, строительным, когда оставляют несколько метров от стены. Продолжение следует...